Открывшая пресс-конференцию, премьер-министр Кайакалас напомнила, что сейчас и правительству, и государству приходится одновременно бороться с тремя кризисами. Энергетическим, международным и ковидным. Первый из них энергетический. Скачкообразный рост цены на все энергоносители, электричество, газ, а также на отопление вызвал шок не только у бедных слоев, но и всего населения. Источников помощи не так много. Резервные фонды и поступления от продажи подорожавших квот на углекислый газ. Мы говорим об очень больших деньгах. Первый пакет снижения сетевой цены за газ до нуля, снижение сетевой цены за электричество на 50% и целевые меры для населения, привязанные к медианному доходу. Это уже 245 миллионов евро. Теперь еще и дополнительные меры. Ценовые потолки на электричество и на газ, а также отмена сетевой платы предприятиям за электричество. Это еще почти 80 миллионов евро. Местные самоуправления вынуждены выполнять несвойственную им бюрократическую процедуру, причем не поддающиеся автоматизации, разумеется, мягко говоря, недовольны. Представьте себе уровень нагрузки на тот же Талин с его огромным населением и то, с каким напряжением работает сейчас управа частей города. Но правительство считает, что другого выхода нет. И все же давление со стороны общественности оказалось столь высоким, что вынудило коалицию принять еще пакеты помощи. Уже два года мы в коронакризисе, который надо тоже все время принимать какие-то решения, вырабатывать эти решения. Это довольно большая нагрузка. И, конечно, в правительстве надо же найти общее мнение или надо договориться. И всегда уже из-за того, что мировоззрение все-таки партии довольно разное и в этой коалиции, то надо искать эти компромиссы и соглашения. До сих пор мы их нашли. Я думаю, те решения, которые приняты буквально сегодня утром в Совете коалиции, это еще оформляется, конечно, для правительства решением кабинета. Второй кризис – региональный кризис безопасности вокруг границ России и Украины. Все эти дни на высоком политическом уровне ведутся интенсивные переговоры, призванные не допустить эскалации конфликта. Правительство приняло решение с 2022 по 2025 годы выделить дополнительные 380 миллионов евро на оборонные расходы, из которых 340 – на улучшение снабжения сил обороны. Все меры уже были предусмотрены программой стратегического развития, но и реализация их начнется раньше. И третий кризис – страну накрывает волна нового штамма коронавируса – омикрона. При том, что и предыдущая дельта-версия никуда не пропала. Михаил Виславов, Мартейнло, Новости Таллина.